Доброе утро, ребята! Вы на канале Лиза Бойко. И сегодня у нас с вами закупка посуды, организация кухни. Все знаете почему? Сейчас расскажу почему. Дело в том, что когда началась война, прошлые жильцы, которые здесь жили, они собрали основные свои вещи, положили в кладовку и уехали. А по типу посуды оставили здесь. И, соответственно, мне не предупредили то, что большинство посуды, которые находятся здесь, это их. На днях мне приходят сообщения от хозяйки, что Лиза, приехали прошлые жильцы, можете, пожалуйста, собрать список их вещей. И мне присылают список, и оказалось, что вся посуда, которой мы пользуемся, все тарелки, все салатницы, приставка для телевизора, это прошлых жильцов. Поэтому я собрала этот список, сейчас покажу вам, как это все было. И сегодня мы идем с вами покупать новую посуду, потому что нам нужно кушать с чего-то. Да, вот так вот. Я себе криво-косо переписывала списочек, так что поехали это все собирать. Так, ну что, ребята, я собрала уже половину, ну, практически половину, всякие стаканы, всякие фужеры, о которых я даже близко не знала, потому что у меня у нас есть. Ну как, я видела, но я не далась подробности, если там стоит, поэтому вот. Наконец-таки избавимся от ненужного, так сказать, и у нас будет больше свободного места с вадом. Мне осталось собрать тарелки, кое-какие еще салатницы, приставка для телевизора, и найти какую-то скассерть. Я вообще без понятия, они тут были скассерть, но ладно. Сейчас будем искать, так что поехали дальше. В общем, вот я уже часть одну собрала. Затем вот эти тарелки, я их чуть попозже отнесу, потому что я нам еще на вечер ставила по одной и на утро, а завтра я поеду покупать, поэтому тарелки вот еще тут, чтобы не запутаться, сколько, каких штук, где. Также вот стаканы, но под них, походу, нет коробки, я так понимаю, поэтому я еще не придумала, как я буду отдавать, так что пока стоят тут, еще что-нибудь придумаю, чтобы они никак не разбились, не подавились, тогда вынесу тоже в коридор. И вот эти вот стаканы останутся. Ну и также помимо стаканов в коридоре, в шкафу, на самой верхней полочке, там тоже есть их вещи, но из-за своего роста мне даже стул не помогают, поэтому буду ждать Влада, и эти вещи мы достанем с ним вместе. Я так поняла, там скатерти какие-то, которые им нужны, и еще какие-то салатницы. Ну что, мы с вами пришли уже в рост, надеюсь, что мы все необходимые, потом здесь, и нам не придется никуда больше ехать, так что давайте ходить, смотрите, убирать мне посуду. Сейчас выбираем тарелки. Я вообще склоняюсь к этим же, какой у нас есть. Мама предошла гладкий, так что, думаю, между гладкими и вот этими вот. И также мне нравится еще вот этот серый цвет, так что, может, ты его возьму. Также мне очень сильно понравился, где он вот этот вот цвет, но он нам не подходит никуда. Ну, либо взять вот эти квадратные классические. Сейчас, в общем, будем выбирать. Так, первая брала салатницы, как у меня уже есть прозрачные, чуть побольше, поменьше. Их я беру 100%. Кстати, мы с мамой тут приметили красивые вазы. Мне вот это понравилось, а маме вот это вот понравилось. Это же, да? Или это? Это же? Любая. Обе. Любая, говорит. Так, идем брать таблетки. Тарелки. В общем, опять 19 цветов, взяли вот такие вот серенькие. Уже дома сделаем мини-распаковочку. А пока вот так вот быстренько показываю. И две середины. И две наши. Комментатор мамы. Да, комментатор мамы. Взяли тарелку наверх полистралской. И такой шедевр получился. Что тут еще очень интересного? Ну что, ребята, я уже дома. И давайте придем распаковку посуды, которую я купила. И первое, с чего я начну, давайте, это с самой мелкой покупки. Это два керамических ножа. Я очень откладывала их в покупку, потому что мне было влом ходить за ними. Когда жила с родителями, постоянно пользовалась у мамы керамическим ножом. Мне было это очень удобно, комфортно, практично. И вот я наконец-таки купила для себя свои два керамических ножа. И, кстати, один такой красивый с мраморной ручкой. Такой вот и другой вот такой вот голубенький. Тоже очень нежный. Следующая и самая основная покупка это вот такой вот серенький наборчик. Сейчас покажу вам его поближе. Здесь каждой тарелки по два, кроме самой большой и мелкой. Не спрашивайте, так надо. Рассказывать особо нечего. Это просто на повседневное использование. Взяла серый, потому что цвет такой нейтральный. Подходит под все. И будет смотреться клево как на камере, так и в жизни. Ну и последнее, что взяла, это вот такие вот две прозрачные салатницы. У нас уже такие были, как вы могли видеть по предыдущим видео. Но это были не наши, а предыдущих жильцов. Поэтому я взяла себе такие же, так как они очень практичные. Я их что в рецептах использую, что там чипсы какие-то насыпать нам. Какой-то маринад сделать. В общем, очень удобные. И за счет того, что они прозрачные, очень красиво смотрятся. Так что взяла такие же, не думая. Одну побольше, одну поменьше. Давайте запомним этот ужас так. Пускай это будет картинка до. Вот тут пусто еще. Только одна тарелочка несчастная лежит. И сейчас будем превращать это все в после. Я собрала сейчас мыть новые тарелки. И знаете, что я ненавижу. Обдирать вот эту вот бумажку. Потому что стоят все такие следы. Походу нужно с помощью фена лучше обдирать. А то это надолго у меня тут. В общем, тут такой колочек остался. Чайный графин с водой, напиток. Вот это, блин, так хочу заменить на красивые баночки. Тоже где-то серого или белого цвета, чтобы не было так ярко. И в мочалке хочу найти какого-то такого нейтрального цвета, а не яркие. Здесь я наконец-таки все освободила. Теперь у меня такой маленький горлочек. Хлеб, ножи, которыми я буду уже реже пользоваться, наверное. Соль оставила, тут орешки, всякие приборы, доска. Здесь сохнет посуда. Как она засохнет, я уберу ее. Здесь тоже будет у меня все свободно наконец-таки. И вот тут я теперь заняла специи, переставила. Там мед, салфетки. И вот так вот выходит ящик теперь с нашей посудой. Как красиво, я прям не могу. А, ну я еще немного оба строила чайный уголок. Наконец-таки сахар перестала сюда. Там заначка у нас, семечки и чипсы. И здесь чаи, какао, кофе. Набор чаев. Так что красота теперь у нас. Спасибо за то, что провели этот день со мной, за то, что посмотрели это видео. Не забывайте ставить пальчики вверх. Ну а мы увидимся очень скоро в следующем видео. Всем пока-пока.